Вы ведь в Киеве родились и до 10 лет, по-моему. А потом экран увеличивает. Я сейчас сижу худенькая, а в экране я толстая тетя. Не уводите меня от неудобной темы. До 10 лет вы в Киеве? До 11. До 11, да? Да, потом переехали в Москву. Вас вряд ли кто-нибудь спрашивает про политику? Вообще не спрашивают. Как-то не принято. Я думаю, ну да, сто, а где сто? Да какая там политика, слушайте, я обожаю. А как вы вообще относитесь к нам? Вот Киев, да, ваш родной город. Сейчас фактически между Киевом и Москвой там говорят, что война. Да, мне грустно. У нас там дача на Кингбургской косе, куда я не могу поехать, поскольку я нахожусь в списке, который так благостно называется, миротворец. Вы попали по ценкции тоже? Да, я выступала в Донецке и в Луганске. А, даже так? То есть вы рецидивист просто? Ну я рецидивист, как написали, да. Я просто пела людей, поздравляла их там с каким-то праздником безобидным абсолютно. Ну это очень грустно, потому что, конечно, у меня родители там познакомились на берегу моря. И вообще я в Киеве уже не была давно. У меня многие уехали из Киева жить там в разные города, мои родственники. Вот, моя бабушка Вера, Царствие Небесное уже как бы... Но в любом случае мне бы хотелось приехать, я обожаю этот город. А у вас бабушка Вера, вот откуда имя-то? Бабушка Вера, да. И у моего мужа бабушка была Вера. И совершенно не было вариантов. Вариантов для дочери. Потому что мне очень нравится это имя. И, кстати, у нас доченька похожа на мою бабушку. Я как раз хотел спросить, почему дочь Вера, почему сын-то Александр более непонятный. Сын Александр, папа. Ну да, это понятно. Тем более он Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Субтитры сделал DimaTorzok